Сразу после завтрака Елизавета Михайловна Зашла в комнату Илюши Доброе утро, сынок И, не дожидаясь ответа, продолжила Мне надо с тобой поговорить Помнишь тот день, когда ты впервые оказался в этом доме? Когда я помогал нести пакеты от магазина И меня пригласили на чай? Да, все верно А помнишь портрет на стене нашей гостиной? Да Тогда ты сказал, что я очень похожа на родителей Так вот, сейчас я открою тебе свой небольшой секрет Эти пожилые мужчина и женщина не мои родители Своих родителей я не помню совсем Выросла я в детском доме в том городе, куда мы ездили вчера на ярмарку А люди, которых ты можешь видеть на фотографии, всю жизнь прожили здесь Господь не даровал им собственных детей Но они очень хотели вырастить какого-то ребенка И привести его ко Христу И вот однажды они приехали в детский дом, чтобы усыновить кого-нибудь Первым, кто встретился им в коридоре, была я Они сочли это указанием от Бога И оформили документы Так я оказалась в этом доме И владею им на правах дочери после их смерти Они отдали мне свое имущество Воспитали меня в любви И вложили в меня любовь к Спасителю Поэтому именно их я считаю своими настоящими родителями Теперь ты понимаешь, что я, будучи сама когда-то сиротой Не могла остаться безучастной к судьбе этой девочки Да что я тебе рассказываю Ведь ты сам знаешь, каково это, когда у тебя нет дома, еды, будущего Когда тебя никто не любит и не ждет Конечно, рассказ женщины тронул сердце Илюши Но греховные мысли уже успели пустить корни Поэтому мальчик упрямо молчал Ну что ж, грустно прошептала мама Лиза, вставая Я буду молиться и верю, что Господь поможет тебе принять правильное решение В этот день Илья так и не вышел из своей комнаты Хотя ему ужасно хотелось есть Он не спустился ни к обеду, ни к ужину Он очень скучал по нежным объятиям мамы Ему хотелось поиграть с братом Но он добровольно лишил себя всего этого К вечеру, подталкиваемый голодом, обидой и желанием вернуть внимание и расположение близких Потерянное, как он считал, с появлением девочки Илюша принял решение Когда после сытного ужина все обитатели дома собрались в гостиной у камина Мальчик наскоро написал пару слов на листке бумаги Открыл дверь своей комнаты и внимательно Оглядел коридор Все было тихо Просунув записку в щель между полом и дверью в комнату Виталика Он быстро преодолел оставшееся расстояние до лестницы И, крадучись, начал спускаться по ступенькам Ни одна дощечка не скрипнула под его ногами Ни один человек не заметил, как блудный сын тайком покидал свой дом С темного ночного неба звезды недоуменно смотрели на мальчика Который все дальше и дальше уходил от тех, кто его любил И впервые за последние полгода Илюша чувствовал себя таким несчастным и одиноким Он шел, не думая ни о чем, кроме своей обиды О том, куда он направляется, мальчик задумался только тогда, когда очутился на окраине города Глубокая ночь царила над землей В светящихся окнах дому мелькали фигуры Кое-где Илья смог разглядеть маленькие силуэты детишек в мягких пижамах Они выглядели такими счастливыми, окруженные заботой близких Как хотелось ему быть на их месте Но гордость не пускала его домой, чтобы признаться в своей неправоте «К дедушке я не могу пойти», — вслух размышлял он «Хозяйка не впустит меня в такое позднее время Но не ночевать же мне на улице», — как бы в подтверждение его слов начал накрапывать дождик Раньше, когда Илюша еще был сиротой, ему часто приходилось искать себе ночлег Но тогда он отдавал эту проблему в сильные руки своего небесного друга И Господь дивным образом заботился о маленьком нищем Но теперь... теперь мальчик не мог молиться Как он обратиться к тому, кого так огорчил своим поведением? Бог наверняка уже отвернулся от такого непослушного ребенка И вот он стоял один на темной улице под всеусиливающимся дождем «Ну что ж», — подумал Илюша, — «придется действовать самому» И тут же вспомнил о заброшенном складе, где ему пришлось ночевать, когда он только пришел в этот город Дорогу мальчик еще помнил и немедля отправился туда Когда он добрался до полуразрушенного помещения, то заметил, что насквозь промок Ведь дождик, казавшийся таким безобидным, превратился в настоящий ливень Илья поспешил укрыться внутри здания от льющихся с небес потоков воды На ощупь, добравшись до какой-то перегородки, мальчик опустился на пол, облокотившись на стену Он был мокрым с головы до пят и дрожал от холода Не имея возможности согреться, он сидел в кромешной темноте на сыром полу и плакал от страха Эта ночь показалась ему самой длинной и ужасной Снаружи бушевала стихия Раскаты грома звучали совсем близко Молнией зловещим заревом освещали город, а он был один на один с грозой Шум дождя за стеной и осуждающий голос совести внутри него не давали ему уснуть А тем временем в двухэтажном доме на другом конце города Виталик держал в руках лист бумаги, растерянно читая записку Внезапно до него словно дошел смысл написанного и он, вскрикнув, выронил листок из рук Мама, мама, Илюша, своплем весь дрожа, словно сам побывал под дождем, он ворвался в спальню Елизаветы Михайловны Что с тобой, милый, ты так бледен? Илюша, он, слезы, душившие его, мешали говорить Успокойся, Илья в своей комнате, я верю, что Господь трудится над его сердцем Да нет же, рыдая, кричал Виталик, его нет там, он ушел, ушел навсегда Я прочитал его записку, там написано, что не желая мешать нашему счастью, он уходит искать свое Но разве можем мы быть счастливы без него? Скажи, мама Женщина стояла, потрясенная, не желая верить услышанному Ты уверен, заикаясь, прошептала она, что это не злая шутка твоего брата Да, в его комнате темно и никого нет Теперь настала очередь заплаканного мальчика успокаивать свою маму Ноги ее подкосились, и она, обессилевшая, села на кровать Словно потеряв дар речи, обхватив голову руками, мама Лиза молча смотрела перед собой Не замечая обнимавшего ее сына Я должна найти его Спустя некоторое время глухим голосом произнесла Елизавета Михайловна Нет, я не пущу тебя На улице настоящая гроза, и так темно Неужели ты не понимаешь? Сказала она, накидывая шаль Он там совсем один Кто укроет его от бури? Кто обогреет нашего Илюшу? А ты молись, попросила мама, выходя из комнаты Чтобы Господь помог мне найти его Гроза бушевала всю ночь И до самого утра в окне желтого дома можно было разглядеть одинокую фигурку мальчика Виталик все силился разглядеть сквозь струи дождя Два такие близкие его сердцу силуэта О, как горячо молился он в ту ночь Чтобы Господь сохранил их, маму Лизу и его младшего брата Илюшу На востоке небо постепенно начинало сереть С первыми проблесками зари унималась буря Но чем светлее становилось на улице Тем нагляднее были видны последствия яростной стихии Ветер стих, но повсюду валялись сломленные ветви деревью Обрывки афиш и мусор Дождик только слегка накрапывал И на огромных грязных лужах то тут, то там Расходились круги, словно от чьих-то слезинок Хотя новый день уже наступил Прохожих почти не было видно Мало было желающих выходить из дому в такую промозглую погоду Лишь изредка из переулка выныривал какой-нибудь посыльный Или служащий, спешащий на работу Пытаясь высоко поднятым воротником защититься от сырого прохладного воздуха Резкий звонок в дверь вернул Виталика к реальности И он стремглав бросился вниз по лестнице Чуть не сбив с ног Лидию, спешившую впустить пришедшего Мальчик, естественно, первым очутился у двери И, торопясь, пытался открыть тяжелый засол Подоспевшая горничная помогла ему И в тот же момент в прихожую вошла Елизавета Михайловна Бедная женщина совершенно не держалась на ногах Ее одежда промокла, и она вся дрожала Бледные губы пытались что-то сказать «Мама, мамочка, не умирай! Я прошу тебя, милая моя!» Виталик со слезами опустился на пол Рядом с еле дышавшей женщиной «Как я буду без тебя жить?» «Я не смогла!» Попыталась что-то сказать Елизавета Михайловна Но потеряла сознание «Перестань реветь! Лучше помоги мне!» Лида бережно приподняла голову хозяйки Подложив под нее полотенце «Беги скорее в конюшню и позови кучера Самим нам не донести ее наверх» Не было необходимости повторять дважды И уже через несколько минут Виталик появился в дверях вместе с крепким коренастым мужчиной Общими усилиями удалось перенести Елизавету Михайловну В ее спальню Там Лида осторожно сняла с нее мокрую одежду Укрыла пуховым одеялом Кучер съездил за доктором Все время и пока врач осматривал больную Бедный мальчик сидел на корточках в коридоре у дверей ее комнаты Слезы текли по его щекам А к престолу всемогущего Бога Неслась горячая молитва О, как он боялся потерять маму Как не хотелось вновь остаться сиротой Порой он прикладывал ухо к двери спальни Селясь услышать, что же говорит доктор Но тот, видимо, разговаривал шепотом Дабы не тревожить пациентку Когда врач вышел Виталик постеснялся задать мучивший его вопрос Зато к выглянувшей горничной Он прильнул с надеждой «Она не умрет, правда?» «Скажи мне, Лида!» Мальчик умоляюще смотрел ей в глаза «Твоя мама сильно заболела Доктор не знает, сможет ли ее организм побороть болезнь Но мы ведь можем молиться об этом небесному врачу, не правда ли?» Девушка пыталась утешить скорбящего ребенка, хотя и сама была сильно подавлена Виталик ушел в свою комнату И уткнулся в подушку, заглушившую его рыдание Уставший от томительного напряжения Не спавший всю ночь Он не заметил, как забылся тревожным сном Проснулся мальчик, когда небо за окном Уже покрылось вечерней синевой Звонок к обеду и к ужину Никто не давал, чтобы не беспокоить больную хозяйку Стол в гостиной тоже не накрывали Какой в этом был смысл? Виталик спустился вниз и попытался отыскать Лиду Чтобы узнать новости о маме Но, по-видимому, девушка была около больной Все в доме ходили грустные и притихшие Только временами веселым колокольчиком Звенел беззаботный голосок малышки Которая была слишком мала, чтобы осознавать всю серьезность происходящего Лида почти заставила мальчика съесть немного сырной запеканки Хотя Виталик ничего не ел со вчерашнего вечера Он не ощущал голода Заняв свой пост у дверей маминой спальни Он терпеливо ждал, пока появится Лида И в то же время он все думал Куда пошел Илья? Где он может быть сейчас? Дверь скрипнула, и горничная на цыпочках вышла в коридор Приложив палец к губам, она дала понять подскочившему к ней мальчику Что желательно сдерживать свои эмоции и не шуметь Виталик шепотом спросил, поглядывая на дверь Как она? Твоя мама пришла в себя где-то час назад Но у нее очень высокая температура Она вся горит и постоянно бредит Все время зовет Илюшу Я могу побыть с ней? Мальчик умоляюще смотрел на девушку Нет Голос ее звучал твердо Она все равно никого не узнает И к тому же доктор настрого запретил кого-либо пускать туда Но я ведь не кто-либо Ты же знаешь Виталик, милый, я очень понимаю твое нетерпение Но поверь, так действительно будет лучше для мамы Лида говорила ласково и убедительно В конце концов, Виталик согласился с разумностью такого решения Но что еще, сказал доктор Понимаешь, у нее очень серьезное воспаление легких Твоя мама сильно промокла ночью, когда искала Илью Ей пришлось долгое время быть в мокрой одежде и обуви на холодном ветру Врач выписал лекарства Целую кучу каких-то порошков и микстур Не волнуйся, продолжала она Прочитав вопрос в его глазах Я уже была в аптеке и все купила Ее жизнь в божьих руках И я верю, он может совершить чудо Последние слова успокоили и ободрили мальчика Но если хочешь помочь, поиграй с малышкой Предложила Лидия, видя, как Виталик снова опустился на пол у двери Я не могу надолго оставлять Елизавету Михайловну И поэтому девчушка осталась без присмотра Как бы не натворила чего Сначала мальчик нехотя согласился на это Но потом подумал, что мама будет очень рада Когда узнает, что кто-то заботился о ее маленькой доченьке Поэтому вскоре он уже радостно забавлял девочку, придумывая разные игры Потом он помог горничной накормить ее ужином и переодеть в симпатичную розовую пижаму Крошка так и уснула на коленях старшего брата Положив ее на диванчик в гостиной и укрыв пледом Виталик отправился спать Ведь на завтрашний день у него были большие планы О которых пока знал лишь он и друг Иисус Поддержкой которого мальчик заручился в вечерней молитве Когда на следующее утро Виталик приближался к старому нищему Сидевшему на тротуаре на своем обычном месте То совсем не обратил внимания на бородатого мужчину, присевшего неподалеку «Дедушка, вы не видели Илью?» Не поздоровавшись, сходу выпалил мальчик «Нет, не видал» «Да ты постой, пострел!» Произнес старичок, видя, что тот уже развернулся, чтобы бежать дальше «Ты присядь, отдышись! Да расскажи мне старому, что стряслось-то!» «Ах, дедушка, простите! Просто случилось такое!» И слезы вновь потекли из глаз мальчика Когда он рассказывал старшему другу обо всем, что произошло за последние дни «Ну и ну!» — покачал головой нищий «Кто бы мог подумать!» «Правду говорят, что не может враг наших душ спокойно видеть, как мы счастливы!» «Но ничего, ты не отчаивайся! Господь-то сильнее!» Утешал он скорбящего ребенка «Постой-ка! Кажется, я знаю, где искать нашего беглеца!» Старик оживился и тут же подробно рассказал Виталику, как найти заброшенный склад Мальчик поблагодарил и поспешил в указанном направлении «Да, таким же мог быть мой сын!» — задумчиво произнес Григорий, все время прислушивающийся к разговору Нищий не обратил внимания на его слова, глядя вслед удалявшемуся мальчонке И молясь о нем и его братья в глубине своего сердца «А знаете, — продолжил ранее начатый разговор странствующий проповедник «Я так и попал на ярмарку и действительно встретил там верующих Меня даже пригласили проповедовать в воскресенье в их церкви Это большая честь для меня — свидетельствовать о любви Божьей его народу Воистину это так! — согласился старик А тем временем Виталик с трепетом заходил в обнаруженный склад В помещении никого не оказалось, но с радостью он заметил здесь следы пребывания своего брата На перекосившейся двери и грязном подоконнике была развешана еще влажная одежда Ильи Увидев это, Виталик понял, что пропавший брат рано или поздно вернется туда, где оставил свои вещи И решил ждать его здесь Он не знал, сколько времени прошло до того момента, как снаружи послышались легкие шаги И вскоре Илюша предстал пред старшим братом Да, это был он Но как отличался этот маленький бродяжка от того чистого, ухоженного мальчика, который всего несколько дней назад играл у камина в гостиной двухэтажного дома Илья снова был одет в какие-то лохмотья Его лицо и волосы покрывало грязь, а глаза были тоскливыми и испуганными Но увидев брата, Илюша засиял от радости и повис в его объятиях «Виталька, как я скучал по тебе! Как тебе удалось найти меня? Ведь ты не был здесь раньше!» Виталик молча отстранился «Ты чего такой грустный? Ладно я, но у тебя-то все в порядке!» Продолжал болтать Илья «В порядке? Да если бы ты знал, что натворил, глупый непослушный мальчишка! После того, как ты ушел, мама пошла искать тебя Всю ночь она ходила по городу под сильным дождем и ветром и везде звала тебя А теперь она лежит дома больная, никого не узнает и постоянно повторяет в горячке твое имя Она так сильно любит тебя, а ты? Что если она не поправится? Илюша стоял ошарашенный страшной новостью, втянув голову в плечи и зажмурив глаза, словно ожидая удара «Как ты мог?» Срывающимся от слез голосом продолжал Виталик «Она столько сделала для нас! Неужели ты думал, что мама позволит тебе вот так просто уйти после того, как назвала тебя своим сыном?» Вдруг Илюша сорвался с места и, что есть мочи, побежал через город Виталик еле поспевал за ним, не желая упустить его из виду Вот уже за поворотом показался желтый двухэтажный дом Не разуваясь, сбежал мальчик на второй этаж Не обращая внимания на бурные протесты Лидии, пытавшейся преградить ему путь в спальню Елизаветы Михайловны Илья заскочил в комнату и припал к кровати больной женщины Он целовал ее бледные руки, а слезы все капали и капали на белые простыни «Мамочка, дорогая моя, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня? Я так сильно люблю тебя, но еще сильней я виноват перед тобой» Он не стеснялся своих слез и слов своей исповеди Ни перед стоящей в изумлении горничной Ни перед запыхавшимся от быстрого бега старшим братом «Не умирай, мамочка! Ты не должна, нет, ты не можешь вот так взять и умереть Ведь это все из-за меня одного!» «О, Господи!» — вслух молился Илюша «И ты прости меня! Ты дал мне драгоценный подарок! Мою дорогую мамочку, ее любовь, дом, семью! А я так отнесся к нему! Не отнимай любви своей от меня и не забирай нашу маму! Я всегда, всегда буду любить ее и дорожи Но, пожалуйста, Боже, пусть она поправится!» Он плакал, и слезы глубокого раскаяния очищали сердце мальчика От ростков зависти, эгоизма и ревности Вскоре он затих, свернувшись калачиком возле мамы Виталик попытался было подойти к нему Но Лида остановила его «Не надо, пусть остается! Ему нужно побыть одному и о многом подумать» Еще какое-то время Илюша просто лежал, прислушиваясь к неровному дыханию Елизаветы Михайловны На следующее утро Виталик встретил Илюшу, выходящего из своей комнаты Мальчик был умыт, причесан и аккуратно одет Лишь красные глаза да припухшее лицо говорили о том, что немало слез пролил он этой ночью Увидев старшего брата, Илья, глядя прямо ему в глаза, сказал «Прости меня, Виталик, ты пытался остановить меня, но я даже не хотел тебя слушать И спасибо, что нашел меня» Братья обнялись и пошли в гостиную Там их уже ждала Лидия, причесывавшая белокурые локоны маленькой девочки Загадочно улыбаясь, девушка обратилась к вошедшим ребятам «Ну что, у меня есть для вас хорошая новость» «Господь услышал наши молитвы» Елизавете Михайловне стало лучше Температура упала, и она спокойно проспала всю ночь А утром даже попросила кушать «Ну так кто хочет отнести завтрак в ее комнату?» Улыбаясь, спросила горничная «Я!» – одновременно радостно выкрикнули мальчишки И уже через пару минут они осторожно входили в комнату мамы Один нес поднос с легким завтраком, а другой – горячий чайник Мама Лиза была еще очень слаба Но, несмотря на это, встретила сыновей ласковой улыбкой И попыталась привстать на подушках «Доброе утро, милые!» – нежно, но очень тихо произнесла она Ребята поставили еду на тумбочку и осторожно поцеловали женщину Она спрашивала их о погоде на улице, о самочувствии найденной малышки, об их настроении Но и словом не обмолвилась о случившемся Словно ничего и не было, а лишь приснилось в кошмарном сне В ее взгляде было столько любви, а в словах искренней заботы и понимания И мальчики были готовы смотреть на нее бесконечно Внезапно Виталик почувствовал на себе многозначительный взгляд братишки И понял все без слов Ему так не хотелось уходить, но он знал, что Илюше надо поговорить один на один с мамой «Ладно, пойду посмотрю, чем занимается наша крошка», – сказал он, вставая «Мамочка, я обязательно вернусь чуть позже» Дверь за ним тихо закрылась Навсегда сохраним в тайне сокровенный разговор любящей матери и ушедшего, но вновь вернувшегося в родной дом сына И лишь небесный отец был безмолвным свидетелем их беседы Окруженная вниманием и заботой близких, Елизавета Михайловна быстро шла на поправку Уже через несколько дней она могла вставать и выходить в гостиную Лида с радостью снова накрывала большой стол для всей семьи Все стало как прежде О пережитых испытаниях напоминали лишь веселая маленькая девочка Да глубокий тяжелый кашель, еще долго мучивший маму Лизу Случившееся очень сильно повлияло на Илюшу В те дни он пережил искреннее раскаяние перед Господом И теперь стал намного серьезнее и вдумчивее, чем прежде Его часто можно было застать на диване в гостиной, склоненного над Библией И что самое интересное, никто из всех живущих в этом доме Не относился к найденной девочке с такой теплотой и нежностью, как он Малышка, в свою очередь, тоже привязалась к мальчику И почти все время находилась рядом Поэтому однажды, когда все были в сборе и готовились молиться перед ужином Елизавета Михайловна сказала, загадочно улыбаясь Ну сколько можно нашей любимице жить без имени Пора что-нибудь придумать И добавила Я надеюсь, никто не будет возражать, если именно Илья назовет нашу девочку Все согласно закивали головами А Илюша от неожиданности сильно смутился И покраснев, опустил голову Можно я немного подумаю? Конечно, ведь это очень серьезное решение, согласилась мама Ну а теперь давайте ужинать Весь вечер голова мальчика была занята решением непростой задачи Ложась спать, он в молитве попросил Господа подсказать ему имя для младшей сестренки А наутро за завтраком Илюша предложил Как вам имя Ангелина? О, мне кажется, оно очень подходит нашей малышке Она такая светлая и милая, словно ангелочек Радостно согласилась Елизавета Михайловна Илья был так благодарен маме за поддержку и понимание Что ж, решено Разрешите представить вам Ангелину Челтову Смеясь, сказала мама Лиза, поднимая малышку над столом Все захлопали в ладоши и были счастливы, что Господь однажды Привел их к этому ребенку А над их головами, словно подводя итог, висел текст Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает Написанный некогда Виталиком и Илюшей и помещенный в рамочку А еще я уже достаточно окрепла для того, чтобы мы завтра все вместе Отправились на воскресное богослужение в церковь Слова Елизаветы Михайловны были встречены возгласами радости и одобрения На утро позавтраково, раньше обычного, мама Лиза помогла ребятам одеть новые рубашки, купленные на ярмарке А Лидия в это время пыталась причесать белые кудряшки Ангелинки Девочка, одетая в пышное голубое платьице, нетерпеливо вертела головкой, чем очень досаждала доброй горничной Вскоре все были готовы и, завязав ленты своей нарядной шляпки, Елизавета Михайловна взяла девочку за руку Мальчишки побежали вперед, чтобы отворить двери Кучер был уже готов и держал лошадей под узцы, чтобы те не шатали по воску, пока все занимали свои места Утро было солнечным и теплым Весна полноправной хозяйкой царила в городе Нежный ветерок ласково обнимал всех, и поездка была очень приятна Малышка щебетала безумолку, словно задорная пташка А мальчики наперебой показывали ей то лиловое поле крокусов, то пасущуюся корову Ей все было интересно Ребята и не заметили, как кучер остановил лошадей у ворот церкви соседнего города Богослужение прошло очень благословенно Общее пение касало сердец всех присутствующих Да и проповедь Слова Божьего никого не оставила равнодушным Проповедника ребята видели впервые, а Елизавета Михайловна долго пристально всматривалась в темноволосого проповедника Да, сомнений не было, она видела этого мужчину в тот день на ярмарке И еще тогда он показался ей очень знакомым Но откуда? В то же время Илюша не отводил взгляд от раскрытой Библии говорящего Он не верил своим глазам У его бабушки была точь-в-точь такая же большая старинная Библия Это невероятно Но в какой-то момент ему даже показалось, что он видит заметки на полях, сделанной бабушкиной рукой Этого просто не могло быть Ведь от того места, где он сидел рядом с мамой Лизой, до кафедры было не менее пяти метров Вероятно, это игра моего воображения, подумал мальчик И попытался успокоиться и сконцентрироваться на самой проповеди Но на протяжении всего дня, до самого вечера, перед его глазами стояла старая Библия и добрые бабушкино лицо Этой ночью Илюше снился необычный сон Он видел чьи-то большие сильные руки, протянутые к нему с ярко-синих облаков Мальчик догадался, что это руки самого Господа Когда он подошел поближе, ладони раскрылись И изумленный Илья увидел коробку, обернутую цветную упаковочную бумагу и перетянутую блестящей лентой Без сомнения, это был подарок, который Бог предлагал потрясенному ребенку Все было так реально, что когда звонок к завтраку разбудил Илюшу, тот долго не мог поверить, что это был всего лишь сон Ах, как жаль, думал он, что я не успел взять подарок и раскрыть его Видимо, содержимое коробки так и останется для меня загадкой За завтраком Виталик предложил Илюха, хочешь сходить со мной к дедушке? Мы так давно не были у него Я бы с удовольствием, но я уже пообещал маме, что поиграю с сестренкой, пока она сходит на базар Передай дедушке большой привет от меня и скажи, что я обязательно загляну к нему на днях И возьми на кухне что-нибудь вкусненькое для него, напомнила мама Лиза После завтрака все занялись своими делами Лида вытирала пыль в гостиной Елизавета Михайловна отправилась за покупками, захватив плетеную корзинку Виталик весело насвистывая, в припрыжку побежал навесить старика А Илья помогал маленькой девочке переодевать ее куколку Прошло совсем немного времени, и в комнату влетел красный, совсем запыхавшийся Виталик В руках он сжимал пакетик с бутербродами, который так и не отдал старому нищему «Вставай!» – дернул он за руку сидящего на ковре Илюшу «Пойдем скорее! Мы должны догнать его!» «Кого догнать? Объясни, что случилось!» «Нет времени на объяснение!» – кричал Виталик На крики прибежала Лида, и прижав к себе испуганную Ангелину, вопросительно посмотрела на Илью Тот в недоумении пожал плечами, давая понять, что не больше нее разбирается в происходящем И теперь они втроем уставились на бедного Виталика, который на взрыв плакал, в бессилии опустив руки Илюша подошел, обнял брата и, пытаясь поймать его взгляд, попросил «Виталька, расскажи нам, что произошло? Как мы можем помочь тебе, если ничего не понимаем?» И всхлипывающий мальчик начал рассказывать «Я пришел к дедушке, спросил, как у него дела, и заговорил с ним про вчерашнее богослужение и про проповедь приезжего брата Оказалось, что дедушка наш знает этого проповедника и сказал, что тот все это время жил в гостинице, совсем недалеко от нас Он частенько наведывался к дедушке и как-то даже видел нас Илюша слушал Виталика с широко открытыми глазами, а мальчик продолжал «Дедушка не знает, откуда он родом, но зовут его Григорием» «Ну и что?» – не понимал Илья «Слушай дальше! Сегодня, рано утром, тот мужчина зашел попрощаться Он отправился куда-то дальше нести людям Слово Божье Понимая, что больше они не увидятся, Григорий рассказал дедушке свою историю Когда-то, когда он еще не знал Бога, у него была семья, жена и маленький сын Хотя в глубине души он очень любил их, грех заставлял его причинять им боль И вот однажды он бросил их, своего сына и жену, которая в то время ждала второго ребенка Григорий ушел совершенно в другой город, вел там разгульную жизнь Но Господь любил его даже тогда и смог достучаться до его черствового сердца Уверовав в Иисуса Христа, Григорий стал благовестником его любви всем погибающим грешникам Но до сих пор он помнит свою семью Как назвали его второго ребенка, он так и не узнал Но первого сына звали Виталием «Что?» – глаза Илюши округлились «Понимаешь, Илья, это он! Наш папа жив и ищет нас!» В этот момент они услышали сдавленный крик и, обернувшись, увидели в дверях бледную Елизавету Михайловну «Я забыла кошелек, и мне пришлось вернуться за ним домой», – объяснила она «Я все слышала и не могу поверить в это!» «Но чего же мы стоим? Ведь надо догнать его, мамочка! Разве ты не понимаешь? Он ушел!» «Давайте, помогите кучеру запрячь лошадей, а я пока одену малышку», – сказала мама Лиза И начала торопливо застегивать пуговицы на кофточке ничего не понимающей девочки Уже через десять минут повозка мчалась по дороге, ведущей прочь из города Виталик стоял и в напряжении всматривался вдаль «Как же ты не узнал его вчера в церкви? Ведь это твой папа!» – спросила у него Елизавета Михайловна «Я был совсем маленький, когда он ушел. Он сильно изменился с тех пор, и к тому же тогда у него не было бороды» «Библия! Как же к нему попала бабушкина Библия?» – недоумевал Илюша Теперь-то он совсем не сомневался, что это была именно та книга «А что, если мы не догоним его? Может, он ушел уже очень далеко, а вдруг свернул на какую-нибудь проселочную дорогу или вообще пошел в другом направлении?» – сокрушался Виталик Мама Лиза разделяла его волнение и нервно теребила бахрому своей шали И лишь Илюша безмятежно улыбался, словно его ничто не тревожило Теперь он понял, что же было внутри красивой коробки, которую он видел во сне в Божьих руках Мальчик был счастлив и твердо уверен, что они обязательно догонят неожиданно обретенного папу И еще в одном не сомневался Илюша Это не последний подарок Господа в его жизни Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!